Всем привет и добро пожаловать на канал в голове у Мир Микипера. Сегодня мы затронем все аспекты содержания муравья Адантамаху с Бауэрой и поговорим как и с чем его есть. Итак, муравей этот живет в Эквадоре. Логично предположить, что зимовки у этого вида нет и какая-либо диапауза скорее всего отсутствует. Начнем с кормления. На начальных стадиях можно давать по мелкому туркменскому таракану раз в 2-3 дня. Когда у матки появляется довольно большое количество личинок советую кормить раз в 1-2 дня. Температуру держать от 20-3 до 30 градусов. Самая главная фишка этого муравья это его мандибулы. Одно из самых быстрых закрываний мандибул среди насекомых. Около 25 дней занимает развитие от яйца до кокона у этого вида муравьев. Можно считать этого муравья по праву самым быстрым в развитии, по крайней мере на начальных стадиях колонии. Видит бары не очень хорошо, поэтому вы можете не стараться делать медленные движения, пока кормите данного муравья. Давайте я вам немного расскажу о своей матке Адантамаху с Бауэрикой. Я оставил именно эту матку, потому что у нее было самое большое количество расплода и самый ее главный дефект. У нее не раскрывалось до конца мандибула. Соответственно, это уже не товарный вид и он стоит намного дешевле, чем обычный здоровый муравей. Также мне понравилась такая воля к жизни, стимул от этого дефекта. Матка развивалась намного быстрее своих сестер. Может быть этот дефект реально стимулил ее развиваться намного быстрее. Кстати, у нее где-то на 50% стало больше промахов по добыче из-за этого дефекта. Сейчас у матки есть 4 кокона, пару личинок и неплохой пакет яиц. Матка неудачно вскрыла 2 кокона, поэтому я переселил ее в более комфортные, как мне кажется, условия проживания. Думаю, что дело было именно во влажности. Матка довольно-таки рано вскрывала свои коконы. А может быть дефект сыграл свою роль. Матка как-то неудачно раскрыла из-за него свои 2 кокона. Если что, я буду вскрывать коконы именно сам. Если вам интересно вскрытие кокона, то поставьте этому видео лайк. Мне сразу будет видно, востребована ли эта тема. Был у меня такой опыт уже с ксерксами. И все проходило удачно. В общем, будем смотреть, развивать и кормить. Думаю, впоследствии уже будет начальная колония, за которой очень будет интересно наблюдать. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok